Сегодня готовлю свинину в эдаком корейском стиле. У меня на данный момент кусок вырезки, но подходит прекрасно из шеи. Как правило, я готовлю обычно из шеи. Пекинская или китайская капуста, морковка, лук, шампиньоны по желанию. Я их просто у меня есть в холодильнике буду использовать. Ну вот, в общем-то, и все. Из соусов. Обязательно соевый соус. Это вот просто, если его нет, это очень плохо, ничего не получится. Обязательно он нужен. А остальные соусы это по возможности. Здесь у меня ворчестер есть и устричный соус. Устричный, конечно, бы желательно, но понятное дело, что он не везде есть. Чем эти соусы можно заменить? Продается, знаете, смесь приправ для корейской морковки. Знаете, подходит. Вот прям подходит. Идеально. Сюда еще необходимы перчики чили. К сожалению, вот на данный момент настоящих нормальных перчиков чили у меня нет. У меня есть только сухие. Они тоже подойдут. Также я еще, наверное, не знаю, сейчас попробую этот соус. У меня просто в холодильнике был кисло-сладкий. Вот такой. Я попробую. Не факт, что он мне сейчас потребуется, потому что он тоже что-то из розеток китайской кухни. Итак, из капусты вырезаем сердцевинку и получаем вот такие квадратики. Морковку я с помощью овощечистки тоже вот таким образом шинкую, чтобы она была тоненькая. И лук. Одну луковицу. Ну, просто такими какими-то полукольцами, довольно крупными кусками нарезаю. В мясо я засыпаю буквально, наверное, столовую ложку крахмала. Сейчас все это перемешаю. Лук и мясо в крахмале отправляю на сковородку с подсолнечным маслом. Сильный огонь. Все это быстро стараюсь сейчас обжарить. Дальше добавлю морковку и капусту. Все соусы добавила. Добавляю сюда чеснок, чили. Учитывая то, что у меня нет нормального чили перчика, буду добавлять кальенский перец сухой. Ну, там уже по остроте нужно смотреть самостоятельно. Ну, и жидкости тут так, чтобы жидкость была хоть какая-то, чтобы все это немножко протушить. Ну, и дальше просто жарить до готовности мясо. И можно выключать, а можно протушить до мягкости овощей. Тут как бы вот на вкус и цвет. Подавать с пастой, с рисом, с чем угодно. И еще раз список специй, которых я использовала. Кисло-сладкий соус. Прикольный, кстати, он сюда вообще клево подходит. Если такого нет, просто сахарку чуть-чуть можно сюда бахнуть. Еще раз фурчестер. Соевый соус, поэтому соль не потребовалась. Он очень соленый, конкретно этот. Устричный соус, кальенский перец. Это по вкусу. Имбирь довольно много жамкнула туда. Ну, чайную ложку с горкой точно. Чили тоже чайная ложка с горкой абсолютно точно. Чеснок тоже. И вот уже по готовности сейчас буду засыпать все кунжутным семенем. Когда это немножко постоит, уже вот обжаренное на выключенной плите, все приобретает такие интересные краски, немножко оседает. Китайская капуста, она становится похожей на лук, вот с такими прожилками. Такая более-менее мягкая, но при этом немножко и хрустящая. В общем, на самом деле, куча вкусов. И вот с кунжутом, и с рисом это все будет обалденно вкусно. Просто попробуйте. Главное, специи не жалеть. На мой взгляд, это важно. То есть и соевого соуса бахнуть от души. Ну, в рамках приличия. То есть, чтобы вам здесь все не плавало бы в этом, но при этом соус покрывал и все овощи, и мясо. Но при этом учитывайте то, что в любом случае мясо немножко ужмется, грибы ужмутся и вообще все овощи ужмутся. То есть, лучше добавить, знаете, после, если вы сомневаетесь. Ну, то есть, все это вот уже осело. И если что-то не хватает, просто добавляйте и еще раз прогревайте вместе с мясом. Тогда вы точно не ошибетесь. Субтитры сделал DimaTorzok